Седьмая глава Второй книги Парлипоменон Царь же и весь народ стали приносить жертвы пред лицом Господа, и принес царь Соломон в жертву двадцать две тысячи валов и сто двадцать тысяч овец, так осветили дом Божий царь и весь народ. Священники стояли в служении своем и левиты с музыкальными орудиями Господа, которые сделал царь Давид для прославления Господа, ибо вечно милость его, так как Давид славил через них. Священники же трубили перед ним, и весь Израиль стоял. Осветил Соломон и внутреннюю часть двора, которая перед домом Господним, ибо принес там всесожжение и туг мирных жертв, так как жертвенник медный, сделанный Соломоном, не мог вмещать всесожжение и хлебного приношения и туков. И сделал Соломон в то время семидневный праздник, и весь Израиль с ним, собрание весьма большое, сошедшееся от входов Ямав до реки Египетской. А в день восьмой сделали попразднество, ибо освящение жертвенника совершали семь дней, и праздник семь дней. И в двадцать третий день седьмого месяца царь отпустил народ в шатры их, радующийся и веселящийся в сердце о благе, которое сделал Господь Давиду и Соломону и Израилю, народу своему. И окончил Соломон дом Господень и дом Царский, и все, что предположил Соломон в сердце своем, сделать в доме Господнем и в доме Своем, совершил он успешно. Явился Господь Соломону ночью и сказал ему, — Я услышал молитву Твою и избрал себе место сие в дом жертвоприношения. Если я заключу небо, и не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их. Ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте всем. И ныне я избрал и осветил дом сей, чтобы имя мое было там вовеки, и очи мои и сердце мое будут там во все дни. И если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил Давид, отец твой, и будешь делать все, что я повелел тебе, и будешь хранить уставы мои и законы мои, то утвержу престол царства твоего, как я обещал Давиду, отцу твоему говоря, не прекратится у тебя муж, владеющий Израилем. Если же вы отступите и оставите уставы мои и заповеди мои, которые я отдал вам, и пойдете и станете служить богам иным и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли моей, который я дал им, и храм сей, который я осветил имени моему, отвергну от лица моего, и сделаю его притчей и посмешищем у всех народов. И о храме всем высоком, всякий проходящий мимо него, ужаснется и скажет, за что поступил так Господь с землею сею и с храмом сим, и скажут, за то, что они оставили Господа, Бога, отцов своих, который вывел их из земли египетской, и прилепились к богам иным, и поклонялись им, и служили им, за то он навел на них все это бедствие.